Два армянина, перевернувших тюркский мир. Спортивный мир настраивается на необычное для спорта явление, Азербайджан, где 29 мая должен состояться финал Европейской лиги по футболу, как пишут СМИ, отказывает в визе болельщикам с армянскими фамилиями. Напомним, в финале сыграют лондонские команды Арсенал и Челси. О том, что скорее всего, игрок Арсенала Генрих Мхитарян не поедет в Баку, говорят почти наверняка. Но самое интересное, болельщики предлагают компенсировать это флешмобами, одеть формы с номером Мхитаряна и скандировать его имя на матче. Финал Европейской лиги в Баку может вылиться в большой конфуз, Баку могут заполнить тысячи мхитарянов. И получится, что одному армянину удается перевернуть страну, которая строит свою политику и идентичность на неприятии и отрицании армян. В какой-то момент вся эта мишура срывается, и Азербайджан предстает во всей наготе своей толерантности. В те же дни другой армянин, Гаро Пайлан, выворачивает наизнанку старшего брата, Турцию. Депутат от Прокурской партии демократии народов Пайлан, выступая в Великом собрании Турции и касаясь политики в отношении меньшинств, сказал, что избранного недавно мэром Константинополя и Мамаглу обвиняют в греческом происхождении. Это расизм, сказал депутат. Он сказал, ваши деды, каждого из вас, тоже могли быть армянами, греками. Это нельзя воспринимать как оскорбление. История этой страны, армяне, греки, турки и курды. Напоминание о том, что их деды могут быть армянами, заявление сакральное. Это призыв к крови, к генам, которые не могут изменить ни ислам, ни колонизация, ни изгнание. Даже черные списки Азербайджана не смогут остановить тысячи мхитарянов, которые приедут в Баку. Напишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Приятного просмотра.